Благодарю за оперативное прибытие. В смотре приняли участие аварийно-спасательные формирования и все оперативные службы города. Всего 23 единицы специализированной техники и 80 человек личного состава. И это только службы постоянной готовности, которые несут дежурство круглосуточно. Первое, это проверяется прохождение сигнала и готовность сил к реагированию, на что мы и обратили внимание именно при тренировке сегодня. С 6 часов пошло прохождение сигнала, то есть этот сигнал был переадресован на все аварийно-спасательные и аварийные службы. Мы их называем службой постоянной готовности, то есть максимальное их время готовности 10 минут. Проверили экипировку бригад знания функциональных обязанностей. Особое внимание уделили резервным сигналам связи, возможности передачи информации в условиях плохой видимости и отсутствия сигнала сотовой связи. Главное, люди должны уметь взаимодействовать. Специальный штаб автомобиль повышенной проходимости оснащен факсимильной и телефонной связью для максимально оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день можно точно сказать, что вот этот порядок, который здесь находился, они в течение 10 минут способны выехать в любую точку нашего района и приступить к локализации, к эвакуации и к устранению чрезвычайной ситуации. Смотры проходят регулярно, не менее двух раз в год. Особое внимание удаленным сельским округам, в первую очередь субсехскому и первомайскому.